Всем привет! С вами Талисман. И сегодня я расскажу вам, что такое компас и как он работает. Существует огромное количество компасов. Они могут отличаться по внешнему виду, по функциональности. Но основное отличие у компасов, это то, что они бывают безжидкостные и жидкостные. В каждом компасе, в любом, есть стрелка, которая показывает на север. И есть шкала. Шкала может быть с делениями просто. Может быть с подписанными на делениях градусами, румбами, либо другими значениями. Безжидкостный от жидкостного компаса отличается тем, что в безжидкостном стрелочка находится просто на иголочке и в свободном вращении. Внутри нет никакого жидкого наполнителя. В жидкостных компасах стрелка находится внутри жидкости. Для чего это нужно? Допустим, если вы идете куда-нибудь и у вас с собой безжидкостный компас, вам, чтобы сверить направление, нужно достать его, положить на ровную поверхность и подождать, пока стрелочка успокоится, покажет на север. Это долго, потому что стрелочка начинает колебаться и нужно каждый раз тратить время на то, чтобы подождать, пока она успокоится. Если вы занимаетесь спортивным ориентированием, либо идете очень далеко и вам нужно постоянно сверяться с направлением, на ходу пользоваться безжидкостным компасом сложно. В жидкостном компасе стрелка находится внутри жидкого наполнителя и за счет его плотности она вращается более медленно. То есть, если мы вот так вот компас потрясем, видно, что стрелка вращается, но очень быстро приходит в состояние покоя. По сравнению с безжидкостным, то есть здесь нужно ждать, пока она успокоится. Это главное отличие. Как работают компасы? Все мы знаем, что есть северный полюс. Вот наша планета Земля и есть северный полюс. Вот эта шапочка со льдами, где живут медведи. Соответственно, есть южный полюс, где живут пингвины. Поэтому медведи пингвинов и не едят, что живут далеко. И мы привыкли называть северным полюсом, вот верхушечку нашей планеты, вот эту шапочку, мы называем северный полюс. Так это и есть. Только этот северный полюс называется географическим. Или второе название у него истинный. Истинный. Истинный географический северный полюс. Поскольку наша Земля является одним большим магнитом, А стрелка компаса, в любом компасе, это тоже магнит. Правда, маленький и не такой сильный, как наша планета. А в любые магниты создают магнитные поля. Стрелка взаимодействует с магнитом Земли. Магнитное поле, ось магнитного поля Земли, отличается от оси географической. Получается, немножко под другим углом оно находится. Вот под таким, примерно. И все магнитные поля планеты находятся так. И все компасы показывают на вот этот северный полюс, на магнитный. Северный полюс магнитный. То есть, если вы, неважно где вы находитесь, здесь, здесь, вот здесь, вот тут, Поставите на своем компасе север, и пойдете строго на север, Вы придете не к медведям, а придете вот сюда, на магнитный северный полюс. Потому что магнитный стрелки ложится параллельно, параллельно магнитным полям Земли. Он не может стать по-другому, потому что законы физики на нашей планете ему этого не позволяют. Возникает вопрос, какой компас лучше? Тут уже личное дело каждого. Каждый выбирает по своим предпочтениям. Единственное, хочу заметить, что есть одно очень важное отличие между жидкостными и безжидкостными компасами. Если вы работаете с компасом в холодное время года, То жидкостный может замерзать, то есть жидкость внутри становится более вязкой, И силы магнита стрелки может не хватить, чтобы провернуться до конца. То есть она может показать немного не точно. То есть если вы идете на большие расстояния, и у вас, допустим, стрелка 5 градусов не довернула, Вы, получается, пройдете мимо той точки, которая вам нужна. Все жидкостные компасы, поскольку нет никакой вязкой структуры внутри, Они в холодное время года более точно показывают направление. Но, опять же, никуда не девается тот недостаток, что приходится постоянно долго ждать стрелку.